Курск Сити. 20 лет работаем для вас. Осень золотая, ежедневно холодает. И если человеку спрятаться от низких температур проблемы не составляет, то бездомным животным не замерзнуть тот еще квест. Неравнодушные граждане всех кошек и собак приютить, естественно, не могут. И какие же для наших братьев меньших остаются альтернативы? Казалось бы, в данном случае их у Мурок и Барсиков даже больше, чем у Рексов и Полканов. Согласно законодательству, технологические отверстия в подвалах многоквартирных домов должны быть открыты хотя бы одно, в том числе и для проветривания, и для доступа зимой кошек. Но очень часто коммунальщики закрывают эти продухи. Зоозащитники бьют тревогу. Ситуацию нам прокомментировал представитель одного из обществ по защите животных. Это законодательство федеральное. Прописано наставить минимум один продух. Все-таки государство наше эволюционирует, понимает нужды общества. Не могут люди смотреть, как погибают от холода выброшенные животные. Тем более, что здесь как раз регламентируется законодательство. Оказалось, что требование у своей управляющей компании открывать подвальные форточки вполне законно. Сейчас, когда управляющие компании ссылаются на какие-то законы, которые разрешают им закрывать продухи, и закрывать их, если не закладывать, то закрывать решетками, надо спрашивать у них, требовать у них конкретно акт, выписку из этого акта, чтобы они прямо показали, подчеркнули, откуда они это взяли. И на самом деле никто не покажет. При обращении необходимо ссылаться на пункт В, статья 11, постановление правительства номер 491. В письменном виде, в двух экземплярах, чтобы по обращению обязательно был дан ответ. В случае отказа можно обращаться в жилинспекцию, комитет ЖКХ, прокуратуру, Роспотребнадзор. Управляйки грозят санкции. Впрочем, все юридические перипетии в рамках одного материала не изложить. Но факт остается фактом. При наличии желания помочь бродячим кошкам, хотя бы таким образом, ваше требование к коммунальщикам будет оправданным. Курск Сити. 20 лет. Работаем для вас.